Опять молодой олень. Вот так мне везет. Красавец! Красавец! Всем доброго утра! Вот так у меня начинается 22 день сплава со встречи с молодым оленем. Справа от меня показался приток красивой, чистой и глубокой реки Савала. Но я не удержался и зашел, прошелся по ней немного. Хопер опять стал значительно шире и течение куда-то пропало. Справа от меня по реке показался поселок Бубновский. Ну и первый домик, который меня встречает, достоин восхищения. Увидел с реки надпись добро пожаловать. Ну и думаю, как не зайти раз такое дело. Ну, тут я понимаю, тоже какая-то стояночка. Добро пожаловать в Ниццу! Отлично! Да тут прям какой-то диско-бар на берегу. Стереоколонки, столы и стулья, лавочки. В общем, неплохая стояночка. Но мы идем дальше, останавливаться нам рано. Подхожу к понтонному мосту. И как раз получается здесь сужение. И скажу вам, течение хорошее. Тут нужно будет еще удачно попасть в него, пройти. Не стал я проходить пока понтонный мост. Потому что с берега увидел то ли часовинку, то ли церквушку. Ну и решил пойти посмотреть, что это. Да, это церковь. Но она довольно далеко от меня. А лодку одну бросать боязно. Самое интересное, что он низкий. Придется как-то, как-то пригинаться. И лавировать, лавировать, лавировать. Блин, тут и течение такое хорошее. И надо как-то умудриться. И надо... И вот они мы... И вот они мы пошли. И вот они мы идем. Отлично пока. Пока все отлично. Пока все отлично. Все, прошли. Глаза боятся, руки делают. Вот здесь сегодня и становимся на ночь. Место хорошее. Да и время 4 часа. Для разжигания костра в поход беру всегда вот такое простое сухое горючее. Отличная вещь. Ну а за арахис я вам говорил. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы утолить голод. Субтитры сделал DimaTorzok. И снова здрасте. Утро 23 дня сплава. За вчера прошел уже 610 километров. Еще 26 километров. И две трети пути будет пройдено. Так что не будем ждать. Вперед, поехали! Да, кстати, совсем забыл сказать. Но лучше поздно, чем никогда. Заповедник я уже прошел. Это был как раз тот момент, когда я ночевал под железнодорожным мостом. Ну тогда, когда я заснял бегущего по воде оленя. Так что я уже не в заповеднике. С воды опять увидел красивые ступеньки. Но раз не написано, что вход запрещен, я думаю, можно пойти посмотреть, что это такое. Ну и сразу шикарное место для посиделок на берегу Хопра. Но тут слов нет просто красота. Ну что ж, дальше я не пошел. Там бегают отвязанные собаки. Поэтому возвращаюсь обратно к своей байдарочке и иду дальше. Впереди по курсу неопознанный плавательный объект. Все ясно, мощный гидронасос. Мне вот интересно, что это за зверек роет такие норы на песке. Вот следы. Ну когти, я вам скажу, хорошие. И нора глубокая. Может ласка. Да нет, навряд ли ласка. И не норка. Потому что следы, я вам скажу. Посмотрите с моей рукой. Рядом. Не маленькие. Может барсук. Друзья мои, шел сейчас по реке и по левому берегу увидел группу молодых ребят. Но скажу вам так, меня заинтересовало то, что они делают. Физически развитая молодежь. Это правильно. Ребята крутили сальтуху. Ну подошел, сейчас познакомимся. Ну и попрошу, чтобы они продемонстрировали свое мастерство. Вот она наша подрастающая молодежь. Итак, ребятки, представимся. Меня зовут Дима. Евгений, очень приятно. Я тут. Ваня. Иван. Никита. Никита тоже. Вот самый, наверное, старший, да, Никита? Самый старший. Ребята, а давно вы занимаетесь вот этими вот спортивными упражнениями? Давно. Где-то 4 года уже. Уже 4 года? Я тоже побольше, наверное, 6. И очень рада. Ну а это, я так понял, что вы в основном турникмены, да? Да. Больше это. Ну а скажите, кто больше подтягивается всех из вас? Никита. Никита, сколько раз? На соревнованиях 23. 23 раза. А сколько тебе лет? 17. Ну для 17 лет это вообще шикарно. Блин, молодцы ребята. Ну не пьете, не курите хоть? Нет, конечно. Вот это молодцы. Вот это действительно настоящие спортсмены. Продолжение следует... Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом. Так что, кто его знает? А может через несколько лет какой-нибудь из этих парнишек будет олимпийским чемпионом? После поселка Котовский через 5 километров показался вот такой высоченный автомобильный мост. Останавливаемся сегодня на вот этом месте. На вид неплохое. Всем доброго утра. 24 день сплава. И на улице у нас сегодня пасмурно. Вчера с Юрием стояли где-то до часов полдесятого. Разговаривали о том, о сём. Он мне всё время спрашивал, может помочь чем-нибудь, что-нибудь привезти, может быть? Я говорю, да ничего не надо. Может, еды? Я говорю, да нет, у меня полно всего. Может, воды привезти? Я говорю, ну водички привези, ладно. А то я уже устал, говорю, с реки пить. Хоть и кипяченую, но всё равно речную. Ну и, пожалуйста, привез меня вчера Юрка не только просто водички попить, но и газированную, и к чаю крендельков. Ещё раз спасибо Юрке. Перед отплытием горячий кофе обязательно. Не успел я отойти, и сразу на берегу пляжа меня встречает вот такая интересная табличка. Вот вам, пожалуйста, и плод на воде. Между прочим, я вам скажу, шикарное место для отдыха. Тут, как говорится, сразу и на месте приготовить, кушать можно. Настоящий камбус. Даже спасательными кругами укомплектован. И, как я понимаю, отдыхать здесь можно даже с музыкой. Ну и весла здесь, конечно, добрячие. Рыбу не могу себе пойти. Поймать на ужин. Хоть ракушек наловлю. Рыбацкий кубырь. Я уже подумываю, может его с собой забрать. Встречаются на моём пути вот такие шалашики. Но, тем не менее, кто-то ж старался. На дворе 21 августа. А здесь ещё по берегам цветы цветут. Это след большого лося. А вот рядышком шёл маленький. Пристань на ночь выбрано. Разгружаемся. Встал сегодня на ночёвку. Как раз через реку напротив чьей-то норы. И вот хочу посмотреть. Может, увижу хозяина. Сегодня у нас гречневое чудо. И, скорее всего, с горохом. В общем, получилось с кукурузой. Как-то так. Хозяина норы я так и не увидел. Скорее всего, он за мной следил пристальней. Всем доброго утра. 25-й день сплава, если не ошибаюсь. И сегодня у меня была самая холодная ночь. Ночью даже плед не спасал. Пришлось вставать в 3 часа. Лезть в рюкзак и доставать тёплый костюм. Ну что, идём дальше. Не успел я пройти и 10 километров. Как меня пригласили ребята, рыбаки на берегу. Сказали, бросай свои весла. И давай к нам чай пить. Ну а как так откажешь? Конечно, остановился и зашёл к ребятам. Ребят, ну вы хоть расскажите, как у вас с рыбалкой дела? А у меня вообще глухо, признаюсь честно. Жень, ничего. Тоже ничего? Вот приятно, что вы такое говорите. Потому что я вот в комментариях говорю, что у меня не клюёт. И все говорят, что ты ловить не можешь. А тут оказывается встретились рыбаки, которые тоже ничего не клюёт. Вон мужика сними, он вот такого сазана вытащил утром. Вот говорят, этот дядька поймал сазана. Но рыбаки они такие народ, могут обмануть. Ну вот видишь, ну зачем ты сказал? Теперь мне скажут, что я рыбак плохой. Ну а так вообще, ребятки, вы давно здесь отдыхаете? Да, ну, третий год пошёл. Вчера приехали. Вчера приехали. Уходили сюда. Ну приехали отдыхать, не рыбать, а отдыхать. Всё правильно, в принципе, как и я. Главное, что на природе побывали, да? Всё верно. Да это вообще. Я, наверное, получается, на уху даже успел, не только на чай. Да. Ну вот, а говорят, не клюёт ничего. Уже всё-таки что-то есть в чане. Вот он, вот он основной процесс рыбалочки. Что-то пошло не так, как в анекдоте. Что-то пошло не так. Это, наверное, с ним улёт. Зачем? Он не снимешь её. Да, крыль, бери. Пойдёганали, вытаскивайся. Не вытаскивайся на перегональ. Пойдёганали, вытаскивайся. Отлично. Вот туда, вот на неё. А, да сейчас всё равно накрывать-то. Красотища. Наваристая. Вольный забан. Вот самое основное в ухе. Там и слом, и чё-то хнет. Вот это рыбалка. А то сломается. Вот та рука. Давай. Ну и чё вообще-то. Вон в ту, вон. В крышку надо уложить. Жабра. Вот это я понимаю. Уронил. Держу, держу, держу. Андрюх. Андрюх, вот эту лучше возьми. Хладец будет. Как говорится в знаменитом фильме, это я удачно попал. Друзья мои, ну как вот не остановиться на обед на вот такой столик, а? Красотища. За 25 дней я впервые вижу такую сервировку стола. У меня максимально. Это гречневая каша с горохом. Ребятки, впервые такую красоту кушаю. Вы не представляете. Ну и главный ингредиент в уху. 100 грамм. Подожди, не главный. Не главный? А, вот он главный. Вот она. Вот она, настоящая уха. Вот она. Вот она, ушица. Ребята, смотрите. Здесь тоже уха с картошкой, как я люблю. Но крупновато. Да, друзья мои, смотрите. Вот она, настоящая уха. Уха с картошечкой. Если хотите уху, в Урюпинск приплывайте тут. Да, такая уха только в Урюпинске. Молодец, Женьку там. Друзья мои, друзья мои, я не хочу отсюда уезжать. Я не хочу уезжать отсюда. Продлевай отпуск. Сейчас идем с Андреем смотреть секретное место, где они провели ночь. Но и у них тоже была ночь холодная, как и у меня. Вау. Ну, вот это шатер, я понимаю. Вот это шатер. Два входа с обеих сторон. А с какой, Андрей, вот это вот? Вот два входа, сейчас я открою. Вот это шатер. Да, тут жить можно. Тут вообще классно. Да, на самом деле тут и стол стоит, но в этот раз не ставили ничего. Ну да, места, конечно, хватает. Блин, ну шикарнейший. Да, не комарыни. Да, да тут гулянки можно устраивать, и дождь нипочем, да? Ну я вот на складушке спал, тоже такой разборный. А это транспорт, на котором вы прибыли. Да. Притеп все загрузили и приехали. Вот это я понимаю отдых. Редко, но метко. Да. Ребят, ну до встречи. Удачи вам. Давай, ждем через сутки. Через год, ребята, может быть, по хапру через год. Я надеюсь, мы опять встретимся. Все, ребят, удачи. Удачной ловли вам. Тоже. Так что, вот так радужно началось у меня сегодняшнее утро. Еще раз огромнейшее спасибо урюпинским казакам за ихнее гостеприимство. Вот такие городушки я часто вижу по реке. Это местные рыбаки делают заграждение для течения, чтобы хоть как-то привлечь рыбу в затишек. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разговаривали с ребятами за завтраком, и они у меня спросили, как река, как идет. Я говорю, да мелкая. Я уже три раза на пузо садился. Пройти тяжело, не видно, где отмель, где русло, потому что встречный ветер, волну набивает, и не определишь. Так вот, они говорят, что более 30 лет тому назад эта река была судоходной. Здесь раньше ходила баржа с Урюпинского карьера возила бутовый камень на Дон. Так что здесь была глубокая река Хопер, судоходная. Урюпинский карьер вроде бы до сих пор работает, ну а судоходства на Хопре уже нет. Ну, за исключением, конечно, вот таких оригинальных плавсредств. Это все, что осталось от старого моста. Одни воспоминания. Эта лодочка по сравнению со всеми деревянными, что я видел на этой реке, совсем миниатюрная. Но самое главное, что она внутри сухая. И у нее есть хозяин. Вот эта картина наглядно раскрывает смысл выражения цепляться за жизнь. И снова у меня на пути понтонный мост на поселок Захоперский. Ну что ж, будем проходить. Благо на этот раз ячейк для прохождения побольше. Так, ну что, попробуем пройти через крайнюю. Тут, по идее, течения поменьше. Так, эх, приготавливаемся. Делаем пониже стоечку. Так, лавируем, лавируем. Так, 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 не спешим. Главное, не спешим. Опа. Да мы еще и неплохо идем. Хе-гей. Хе-гей. Опачки. Вот и ласточки на гнездо. Хорошее место. Нашла. Пантонный мост пройден. Да, скажу честно, место выбрал на загляденье. А вот так выглядит моя кухня с высоты птичьего полета. Сегодня у меня в планах пожарить картоху. Дело пошло. Потом еще сверху перчиком присыплю. Ай, вкуснотища будет. Как говорит Малышева, жареная картошка на подсолнечном масле – это яд. Не на этом телефоне сигналов нету. Не на этом. Глухомань. Сейчас услышал со стороны леса треск страшный. Кто-то ломится. Какая-то животина. Я вышел с палатки. Отошел в сторону подальше. И смотрю в сторону водопоя. Потому что я так понял, здесь один выход к воде. Может, возле водопоя кого увижу сейчас ночью. Но треск был. По-любому лось, наверное. В общем, стал я, не подумавшись, не оглядевшись, как раз на звериную тропку. Вот здесь, если видите, как соскользнуто. В общем, лосиные следы здесь по кругу. И я стал как раз на этом месте, куда они бродят на водопой. Обалдеть. В общем, следы не сильно свежие, но они есть. Скорее всего, запах дыма и костра испугал зверюгу. Потому что никто не вышел. Треск ушел вглубь леса дальше. У меня что, дым тут такой стоял, да огонь горел. Но все равно, скажем так, не сильно приятно спать на звериной тропе. Но я думаю, ночью никто на палатку не наступит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok